Доброго времени суток, дорогие подписчики, друзья и гости этого канала. Сегодня мы будем снимать шестую часть рандомного гайда. И прошу прощения, немножко добьем драка. Так, что же он нам сегодня даст? Божечки, давай, давай нам топовую руну, виолент, четвертый слот на крит дамагу, 6 звезд. Ну почти. Ладно, немножко не то. Итак, вернемся мы к гайду. Итак, на что мы делали? 8, 19, 12, 14. Сейчас зайдем на наш чудо сайт. Прошу прощения, пропадаю. И 79 цифру, как обычно, так как 79 монстров. С первого видео вы это, я думаю, уже поняли. 79. И сгенерировать. Так, оу, 69. Итак, закрываем нафиг браузер. Пишем для себя 69. 69, 69. И заходим в монстры. Так, так, так. Коллекция. Сейчас прогрузится. Думаю, свой подсчет 100% так, скажем, сделать, чтобы не ошибиться, чтобы мне никто не сказал, что я неправильно посчитал или еще что-то я сделаю. И по-быстренькому, так скажем, перейдем к этому монстру. Итак, вот мы и докатились до 69 монстра. И по счету это будет Рика. Да. Рика. Ага. Вот. Представительницы. Да, это, так скажем, первый гайд на первородок. То есть, этот монстр далеко не каждому может упасть. И так далее, и тому подобное. Но те, у кого есть, в принципе, этот персонаж, наверное, и без меня уже знают, что с ним делать. Но все-таки есть, конечно же, счастливчики. И там на 8, на 10, на 15 уровне кому упала одна из представительниц этого класса, всего этого семейства. И он не знает, что одеть, что с ней делать и вообще кому ее скормить. Шучу, конечно же. Итак, давайте перейдем, да, в принципе, к первому представителю или представительнице этого класса. Это Рика. Огонь. И начнем, пройдемся по скиллам. Персонаж атакующий. Помоги мне, Тедди. Help me, Тедди. Ну, в принципе, дословный перевод. Итак, атакует врага, вызов он плюшом в мишке, высыпляет врага на один ход с 20% шансом. При удачном усыплении врага получает экстра ход. То есть, чем плюс скилла, то, что это скилл контролющий, то есть, что слип, что стан, в принципе, похоже. Похоже. Вот. Ну, есть, естественно, некие отличия. Но, то есть, большой, огромнейший плюс. То есть, если у вас слип и сработал, то есть, дебаф. Следовательно, у вас есть экстра ход, то есть, она походит еще раз. И второй раз вы уже можете походить любым скиллом, если он, конечно же, не в откате. То есть, либо вторым, либо третьим скиллом, либо ударить кого-то, ну, опять же, первым скиллом. Допустим, если у вас сработало, то есть, вы в теории. В теории вы можете три тела поставить в слип, а четвертого там, допустим, также попытаться в слип. Если не прокатило, вся ваша команда там упирается в это четвертое тело и добивает. Но это теория. Конечно же, 20% не так уж и много. Я не помню, просто улучшается, повышается ли этот шанс. Но на практике скажу так, что не часто она слипит монстров, даже со средним таким резистом, так как этот персонаж атакующий, следовательно, брику в 100% точности явно никто не одевает. Поэтому вы понимаете, к чему я клоню и о чем я говорю. Вот, поэтому... Одну секунду. Так, прошу прощения за линка. По поводу второго скилла. Перейдем ко второму скиллу. Атакует всех врагов, вызываем рыцаря, сводит в ступор на один ход с 50%. Ну, в общем, вызывает рыцаря, который станет. Кстати, все скиллы у него довольно забавные. Особенно первый скилл в замедленном действии. Этот милый мишка, который подкатывает, потом превращается в непонятное существо. В общем, прикольные сделали скиллы. Анимация реально стоящая, интересная. Я когда впервые увидел эту анимацию. То есть, она одна из самых, наверное, запоминающихся. Ну, ладно, не будем о фигурках и о куклах. Перейдем все-таки к скиллам и механике. Второй скилл, то есть, это массовый стан, 50% шанс. Опять же, не помню, улучшается ли шанс, либо просто урон. Но на деле станет часто. Да, 50% это немало. То есть, это даже не Деспайр 25%. Хотя, вы знаете, и Деспайр. Чем черт не шутит, может и всех четверых, либо пятерых, смотря где вы бьете и кого поставить стан. Вот. И перейдем к третьему скиллу. Атакует всех врагов 3 раза. Каждая атака имеет 30% шанс замедлить скорость атаки на 2 хода. Очень неплохой дебаф, в принципе. Наносит критический урон врагам с 30% или меньшим уровнем здоровья. То есть, это 3 атаки, которые, если, к примеру, если вы начнете атаку с этого скилла, ну, вашу полную атаку, там, начался бой, и, к примеру, ваша Рика ходит там первая, неважно, там, после бафов и так далее. То есть, вы, к примеру, если опустите хп врага за первые, там, 2 атаки до третьей, то есть, до нижней полоски, до красной черты, назовем ее так, то третья атака 100% будет, вот, критическим, да. То есть, 100%, неважно, сколько у нее там будет, 15, 50, там, 70, 99, то 100% будет крит по этой цели. Следовательно, добить, назовем так, фаталити нанести, что ли, и добить врага на уже отметке в 30% здоровья добить, естественно, проще этим скиллом. То есть, в принципе, скилл мощный, скилл массовый, и, следовательно, ну, весь персонаж такой получается массовым, обильным, очень много выдающим дамаги, плюс, очень неплохой дебаф на скорость, следовательно, что замедлит и, наоборот, пропорционально ускорит ваши пати. Вот, поэтому, в принципе, очень неплохо. Ну, и лидерка увеличит шанс крита, в связи с свойствами огня на 38%. Вот, в принципе, тоже очень неплохая лидерка, 38%, особенно, если вы используете какую-то огненную пачку, к примеру, можно добить какому-то огненному ДД 62% крита шанса, и взять в лидеры, к примеру, вот, рику. И у вас получится 100% крита, следовательно, это классный буст. Поэтому, неплохо. То есть, лидерка не самая лучшая, не самая юзабельная, но, если вы используете ее для шанса крита, чтобы там добить до сотки, или ближе к этому, то есть, очень неплохая лидерка. Итак, по поводу рун, что бы хотел сказать. Оценки я, естественно, не буду выставлять, так как эта первородка, она априори лучше, и, то есть, здесь уже будет просто отличаться куда лучше, против какой пати, война стихий. И тому подобное, вы понимаете, это уже, к этому уже не прикопаться. По поводу рун, насколько я лично встречаю, чаще всего, чаще всего, Рика одета в Деспайр, для того, чтобы еще из третьего скилла иметь шанс застанить также массово. Вот, мало того, что со второго, кстати, со второго скилла многие у меня спрашивали, если, к примеру, у монстра уже есть родной стан, и если одеть его, к примеру, еще и в Деспайр, будут ли эти станы сочетаться? Там кто-то у меня спрашивал даже, а будет ли стан там на два хода, если, к примеру, и с Деспайра сработает, и стан, ну, со скилла, то есть, что монстр будет стоять в стане два хода? Нет, на самом деле, стан в этой игре у любой, нет ни одного монстра, который бы смог дать стан на два хода. Это единственная, в чем, так скажем, загвоздка, есть такой персонаж, как Роксаша Света, насколько помню, да, она продлевает все дебафы на один ход, следовательно, в теории она может застанить монстра, ну, если там через Виолент походит, либо еще что-то и тому подобное, то есть, монстра можно застанить, там, не знаю, на 99 ходов и так далее. Ну, это уже приколы, так скажем, этого персонажа и ее пассивки, поэтому, как работает правильно стан, то есть, у вас в теории, давайте рассмотрим, вот второй скилл ее, игрушечный рыцарь. У вас есть шанс, либо 50% застанить от скилла, либо 25% застанить от Деспайера, но, если от Деспайера и прокатил, это 25% шанс, то в учет еще рассматривается и шанс стана со скилла, следовательно, ну, я не, то есть, у вас не будет 75% в сумме, оно не суммируется, 50 плюс 25, у вас будет расчет стана от 50% шанса и от 25, ну, в любом случае, как ни крути, следовательно, шанс стана по-любому повышается, как ни крути, но это не 75%, те, кто знают теорию великого китайского рандома, они понимают, о чем я говорю, а правильнее, если выразиться более научным языком, это называется теория вероятности, вот, и, если вкратце сказать так по поводу заточки и всего остального, лучше иметь один шанс на 50%, чем 2-3 шанса по 30%, скажу так. Это, как гласит теория, так же, ну, это просто мой отчасти пример, но, в принципе, те, кто играет в эту игру и что-то играл подобное, они понимают, о чем я, вот, поэтому Despair на ней будет очень неплох, очень-таки неплох, да, так как даже с первого скилла она сможет либо застанеть, либо заслипить, а в теории и застанеть, и заслипить цель, что уже, в принципе, неплохо, но хотя, по сути дела, это одно и то же, но все же, вот, поэтому, в принципе, персонаж очень хороший в Despair, кстати, но и так же ее одевают Violent, что тоже, в принципе, неплохо. Ну, тут я понимаю, игроки все-таки руководствуются больше на тот фактор, какие руны у него есть получше, ну, если там у меня нету, да, хорошего Violent, а следовательно, я в любом случае одену Despair. И, зачастую, знаете, почему в Despair ее одевают чаще, потому что все-таки Despair хороший, Despair достать проще, так как все поначалу фармят больше гиганта, логично, чем дракона, так как дракон всегда тяжелее, чем гигант, поэтому рун на Despair у вас больше, вот, поэтому, да, Despair на ней, ну, скажу так, 8 из 10 случаев, которых я встречаю на арене, к примеру, либо просто у игроков просматриваю, это Despair, поэтому очень достойный персонаж. Естественно, где ее применять, да где угодно вы можете ее применять, но персонаж, естественно, класса Арена, то есть больше Арена, ГВ, то есть в данжах, да, почему бы нет, вы можете тут также в данжах ею поформить и так далее, вы можете взять ее там и в башню, то это понятное дело, но все уже будет зависеть от вашего билда, состава пати и тому подобное, вот. Лучшим, конечно же, сочетанием с ней в пати будет это какой-то там, к примеру, луэр, фантом воды, либо пират воды, что даст ей большую привилегию, так как в раскол она жахнет третьим скиллом, дай боже. Вот, итак, перейдем ко второму, ко второй представительнице этого класса, прошу прощения, будет пролагивать. Так, 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 где она у нас? Ой, не туда я залез, возможно, я ее быстрее найду, да, вот, Аннабель будет подлагивать, так как прогружаются еще монстры. Персонаж класса помощь, то бишь саппорт, вот, первый скилл идентичный, не будем его дальше рассматривать. Второй скилл снимает все ослабляющие эффекты со всех союзников и восстанавливает здоровье, восстановление пропорционально силе атаки. Скажу так, что ее молитву, вот, молитва девочки недавно, ну, как недавно, в последних обновлениях патчей ее немножко усилили. То есть, ей второй скилл подняли, следовательно, хп восстанавливает она уже немного больше. Я не знаю, то есть, у меня нет ни одной представительницы этого класса, насколько больше, кто ее использовал. И хотя бы приблизительно может сравнить, там, допустим, в таких рунах она хилила по 9 тысяч, а вот, когда патч вышел, допустим, она хилила по 10 тысяч. Если у кого она есть, и вы заметили эту разницу, отпишите, мне также интересно. Вот, в чем, естественно, огромный плюс того, что она снимает все, ну, отрицательные бафы, то бишь, дебафы. Вот, также восстанавливает все пати. Восстановление неплохое, но, опять же, зависит, естественно, вот, от силы атаки. Но, в этом и иногда захвостка, так как ее уже, так скажем, напрашивается на нее сет либо Виолент, либо Фатал. Почему Фатал? Так как он добавит 35% атаки, следовательно, она будет немного сильнее бить за счет этого. Ну, как, немного сильнее будет бить, так как сам сет даже 35% атаки дает. И, следовательно, будет сильнее хилить, но пропадает ее, назовем так, живучесть. Следовательно, вы, скорее всего, потеряете ХП, там, в защите, в резисте и тому подобное, так как все-таки персонаж саппорт, а не дамагер. Хотя, демиджи она тоже порой выдает очень неплохо. Поэтому, перейдем к третьему скиллу, и вы поймете, о чем я говорю. Наносит урон пропорциональный своему максимальному здоровью. Вот видите, в чем уже немножко несостыковка скиллов. Вот, три раза по всем врагам оставляет защиту врага на три хода с шансом 30% при каждой атаке. Скажу так, дебаф очень жесткий, плюс это дебаф массовый, скилл, если прокатывает, ну, так скажем, обладателей Теа Марса и Тессарионов и так далее, они понимают, о чем я говорю. То есть, если раскол залетел с первой атаки, остальные две атаки жахнут, ну, побольнее, назовем так. Поэтому, очень неплохо. И, не загвоздка в чем состоит, то, что ее нужно разгонять как в атаку, для того, чтобы она сильнее подхиливала, так и в хп. То есть, для того, чтобы она третьим скиллом сильнее била. Но, на практике, даже, наверное, 9-10 человек, которых я встречаю на арене, да и просто, опять же, посещаю, ее одевают больше, естественно, в хп, для того, чтобы с нее сделать больше, все-таки, наверное, дамагера, чем хиллера. Вот, но, опять же, это зависит от рун. Вот, по поводу рун, я уже сказал, это либо фатал, либо виолент. В Деспайре я ее встречаю реже, но, также, в принципе, неплохо, почему бы и нет. Есть массовый скилл, есть первый скилл, но, минус в том, что, да, всего лишь два атакующих скилла. Поэтому, Деспайр на ней не самый лучший вариант, но, но вариант. Опять же, это зависит от того, какие руны у вас есть. Поэтому, неплохой подхилл, очень хороший дебаф массовый, тем более, с третьего скилла, не особо популярный. Так скажем, не то, чтобы дебаф, а не у каждого монстра есть массовый раскол, поэтому очень неплохо заезжает, в принципе, в любые места. Тем более, есть подхилл, плюс еще и дамаг неплохой. Ну, и лидерка идентична, огненный, только со свойством воды добавляет крит-шанс. Поэтому, опять же, заезжает в водяные пачки, где есть ДДшки. Неплохой монстр. Вот, перейдем дальше. В конце, конечно же, скажу, какой мне монстр из всех больше понравился. Так, 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 листаем. Так, листаем. Оп, не того. Не того. Шарлотта. Шарлотта. Так, перейдем к скиллам. Ну, первый скилл, понятно. Второй скилл также станет. И переходим сразу же к третьему скиллу. Атакует всех врагов. Три раза каждая атака имеет 10%. Имеет 10%, я так понимаю, шанс уменьшить атаку врага. Точнее, я правильно, наверное, переведу. Каждая атака на 10% уменьшает атак бар. То есть, полоску. То есть, три атаки. Если, к примеру, все три сработали, то есть, на 30%, то есть, фактически, на треть снимает полоску атак бара. Следовательно, ваша пати от этого логично быстрее походит. А точнее, не даст походить как нужно, так скажем, вражеской пати. Из-за того, что вы ее, ну, не замедлите, а, ну, как бы это правильнее сказать, немножко оттянете ход до врага. Вот. И повышает вероятность скользящего удара на два хода. Также дебаф, в принципе, неплохой. Особенно, если вы атакуете какой-то там, либо танка пати. Хотя, танка пати не особо это, наверное, испугает этот скользящий удар, он же гланс. А вот пати там, где есть 2 и 3 дамагера, к примеру, там, не знаю, 2 люшена, либо что-то подобное. Это очень плохой для них дебаф, так как, ну, глансом бить, без крита, без всяких дебафов. Вы понимаете, о чем я говорю. Где используется эта Шарлотта? Шарлотта используется зачастую в такой комбе, как, к примеру, Водяной Пират, Акмамыр, он же Ифрит, Ветра и Шарлотта. В чем прикол? То, что, к примеру, первым ходит Пират, да, как вариант, первым ходит Пират, вторым ходит Шарлотта, то есть снижает всем атак бар, плюс навешивает на всех дополнительный дебаф, это гланс. И после этого ходит Акмамыр, который, в принципе, завершает всю эту комбу, зачастую этого хватает, тем более у нее очень хорошая лидерка, для того, чтобы Акмамыра бафнуть, саму Шарлотту бафнуть. Поэтому, как вариант, вот вам билд для арены, если у вас, конечно, есть такие персонажи. Ну, я, естественно, там, не знаю, велосипед не нарисовал, не открыл, и колесо так же, поэтому это одна из пати, которую можно из вариантов ЙОЛО пати, назовем так. Которая используется на арене, как я вижу, зачастую атакерами. В защите монстр, ну, не столь часто встречается, кстати, по поводу защиты я не говорил, в защите чаще всего встречается водяная, то есть Аннабелька, правильно же я ее называю? Вот, поэтому в атаке, да, то есть по поводу урона, перейдем, где-то могу заговариваться, прошу прощения, не особо хорошо себя чувствую. Вот, по поводу рун, опять же, это либо Despire Set, либо Fatal, ну, плюс Blade, то есть максимально разогнадив дамагера, для того, чтобы и дамаги выдать конкретно, как можно, точнее, больше, плюс снизить атак бар. И, то есть дать походить, скорее всего, дополнительному ДД, так как сама она вряд ли убьет все пати, следовательно, вам нужен кто-то дополнительный. Но, опять же, это все будет зависеть от рун, если у вас там какие-то убер-руны, и ваша Шарлотта разносит там по 50 тысяч, нанося дамаги, я только рад за вас, и это, в принципе, неплохо. Атаки, как вы видите, у нее достаточно немало, так скажем, не топовый дамагер, но неплохо. Вот, поэтому, и также по поводу рун, это Despire. Я склоняюсь больше все-таки к Despire, так как есть возможность, во-первых, застанить, плюс снять атак бар, ну, в принципе, это может вам в итоге дать чуть бы не привилегию в полтора, даже два с половиной хода, смотря как у вас все это сработает. Поэтому, очень хорошие ветреные ДД. Перейдем дальше. Здесь уже, конечно, потяжелее, так как этих персонажей, этих двух классов, свет, тьма, достать, ну, вы понимаете, не каждому падают, и не каждый день. Поэтому, так, это мы уже рассмотрим, в принципе, на какое-то там будущее, а вось до кому-то упадет. Так, где она у нас? Так, наобум тыкаю, потому что, чтобы сократить. Так, 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 где-то, где-то Артемель не наш. Блин, по-моему, да уже быстрее прожудится. И где-то была? А, пропустил я ее. А, лора, лох, лохочка. Так, здоровье персонажа, здоровье. Хотя, ненамного у нее, вы видите, отличается здоровье родное, там, 10500, либо 600 здесь. Ну, ладно. Второй скилл, это котик, ну, опять же, рыцарь. Третий скилл, наносит урон, пропорциональный своему максимальному здоровью. Три раза, всем врагам ослабляет защиту на три хода с 30% шансом. При каждой атаке скажу так, что этот скилл очень и очень больно бьет. Те, кто в башне застряли на этих этажах, они понимают, о чем я говорю. Те, кто пролетает эти этажи, скажут, ой, да не так он сильно и бьет. Ну, вы понимаете, я так же пролетаю этот этаж, хотя когда-то, там, месяц, два, может, три назад я не мог убить этих двух боссов, которые там стояли. Это Шарлоту и Лору. Вот, Лора очень сильно била своим скиллом, так как априори из-за того, что это был босс, у нее очень много было хп. Следовательно, третьим скиллом она жахала, дай боже. Поэтому, естественно, сразу можно перейти к рунбилду. Это руны типа что-то Виолента плюс контратака можно, да, почему бы и нет. Кстати, по поводу рунда могу добавить, что контратака на всех представительницах этого класса также очень хорошо заедет. Так как контратаковал, заслипил, либо там застанил, если у вас еще и Деспайр стоит сет. Это очень прикольно. Вот, поэтому максимально одеть ее можно либо в хп, то есть, наверное, идеальным вариантом. Просто я бы, наверное, даже поспорил, что и лучше будет одеть ее, допустим, атака, крит-дамага, атака, либо хп, крит-дамага, хп. Вот, честно, я даже не знаю, что и будет лучше, так как у каждого монстра отчасти это по-разному работает, как ни крути. Но все-таки я больше склоняюсь, то есть, наверное, даже процентов на 70 больше склоняюсь к тому, что лучше сделать хп, крит-урон, хп. Вот, ну, мне так кажется. Ну, естественно, разогнать побольше шанса крита, хотя бы там 62%, если вы хотите ее, допустим, вот в лидер поставить. Вы видите, все лидерки, они, в принципе, идентичны и дают шанс крита для своей стихии. Вот, поэтому, очень неплохой дамагер. Ну, я сужу, опять же, по, наверное, все-таки башне, так как сравнить ее с Шарлотой, Шарлотта поменьше наносит дамаги, чем вот лора. Поэтому персонаж интересный, стоящий, но на арене, я не помню, чтобы я ее встречал, ну, в защите как минимум, так как это атакующий все-таки больше персонаж. У кого она и есть, я не думаю, что он ее будет ставить в защиту, но там уже все будет зависеть от рун и всего остального. Так, перейдем к представительнице темного класса, то есть тьмы Ники. Прикольно. Итак, наверное, самая такая прикольная одетая. Ой, ладно. Второй скилл снимает все ослабляющие эффекты, всех средних восстанавливает, то есть скилл идентичный водяной представительнице, но единственная разница, что там персонаж класса помощь, он же саппорт, а здесь персонаж атака. Вот, и здесь уже, хотя сейчас перейдем к третьему скиллу, так как я не помню, атакует тех врагов 5 раз и мешает восстановлению их здоровья на 3 хода с 15% шансом. О! А вот здесь уже, так скажем, более интересно, так как это все-таки 5 атак, ну, естественно, они пропорционально меньше, чем, допустим, 3 атаки, то есть все 5, допустим, нанесут 10 тысяч так же, как и те 3 атаки, так же, к примеру, нанесут 10 тысяч. Хотя я силу этого скилла не знаю, сколько у него здесь, 500% либо 600, этого я точно не помню, да и этим не особо интересовался, так как это не особо популярный персонаж. Итак, здесь вот вы видите уже ближе понятие к атакеру, плюс отчасти этот атакер, он, назовем так, сэми-атакер, то есть это не основной дд, который должен быть у вас в пати, но опять же все зависит, естественно, от рун, напоминаю, в 10 раз говорю об этом. То есть идеальным вариантом для нее в рунах будет, это, наверное, опять же, Деспайр, из-за того, что она наносит 5 атак, следовательно, шанс, ну, не то чтобы возрастает. Хотя, на практике я бы ее одел бы, наверное, лично я бы ее одел бы, наверное, лучше Виолент, Виолент плюс, к примеру, контратака, походить несколько раз, там, подхилить команду, снять дебафы, походить еще раз, там, третьим скиллом и, возможно, начнется прикольная конетелька. Да, поэтому Виолент очень будет неплохим вариантом. Так, поэтому, в принципе, очень неплохим был бы вариантом, да, одеть ее Виолент, так как она будет и подхиливать, снимать дебафы чаще, ну, если вы, конечно, дружите с рандомом Кумтуаса и вообще этим всем корейско-китайским рандомом. Поэтому, атака, вот, то есть, сделать максимум для нее атаки, то есть, к примеру, рунбилд это атака, крид дамага атака, и из-за того, что у вас будет очень много атаки, следовательно, вы будете еще и очень хорошо подхиливать все свои пати. Также, ну, также и себя она будет хилить, и это, я считаю, очень-таки неплохо. Ну, бюджетный вариант на нее будет одеть, это, конечно же, Фатал, также даст прирост по атаке, плюс, опять же, увеличит хил всей команды. В принципе, это неплохо, но, опять же, я ее ставил бы на второе место, так как первое место в плане атакера она бы не заняла, то есть, ее можно взять, ну, там, допустим, с таким персонажем, как Люшен, там, не знаю, Акмамыр, еще кто-то и тому подобное, бла-бла-бла, то есть, это дополнительный атакер, который плюс еще и может подхилить, ну, и немножко там законтролить и надо, там, первым скиллом и тому подобное. Поэтому, неплохой вариант. И, скажу так, что из всех, из всех, мне больше всего понравилась, ну, наверное, все-таки представительница огненного класса и, возможно, возможно, ветер. Ну, лично для себя, то есть, вы не подумайте, я не говорю, что ветер топ, там, или огонь, все остальные отстой. Просто лично для себя я выделяю, и кого бы я хотел бы из этих всех представительниц, так как у меня его огненного дедета толком нету, то есть, представительницу огня. Вот, больше всех она мне понравилась Поэтому, в принципе, пока что так Выбило меня с игры Итак, в принципе, это и все на сегодняшний день Что я хотел бы рассказать по поводу гайда Надеюсь, было вам что-то интересное И вы взяли для себя что-то полезное Кстати, вот, я говорил об ошибке Вот такая вот ошибка часто влазит Чаще всего 2-3 раза А потом пускает в игру Не важно, с телефона я сижу там, с планшета То есть вот с ног, с абсолютно пофиг Ну, вот такой вот патч кривой поставили Комтуас, я вижу, не особо они спешат Это как-то решать Но это 100% проблема игры Так как жалуются на это, ну, все абсолютно Я не видел того, кто написал бы мне Ой, класс, у меня все идеально идет Оп, война закончилась Вот, поэтому, чтобы хотел бы напомнить Да, прошу прощения, но Так скажем, напомнить нужно 29-го числа Это вторник В 10 часов вечера 22.00 по Москве Будет онлайн мое вещание Стрим на твич-канале В описании я оставлю опять же ссылку Поэтому всех желающих я жду Там Те, кто хочет задать мне вопросы Послушать меня, не знаю Пообщаться, так скажем Ну, фактически вживую Да, так как буду общаться Ну, так скажем Я-то голосом А вы в чате со мной переписываться В дальнейшем, возможно Кого-то буду подключать и в скайп И еще одна, так скажем Возможно, даже просьба к вам Дорогие мои подписчики И гости канала Те, кто меня часто смотрит Думают, понимают О чем я хочу сказать А точнее, в чем проблема Моих отчасти видео В том, что Мне не хватает опыта В фотошопе Да и вообще, в принципе Во всей этой сфере деятельности Так как я пользуюсь банальным Там, не знаю Пейнтом И тому подобное То есть, нет у меня навыков В оформлении там Какой-то картинки Где-то что-то красиво подписать И тому подобное Поэтому, если кто-то там Так скажем Отзовется на эту просьбу И будет не против Мне в этом Чем-то там помогать То есть, в оформлении там Канала Там Твич-канала Либо просто картинку Там какую-то поставить На заставку к видео На ютубе Которые я там добавляю Стараюсь добавлять Каждый день Новые видео То есть Отпишите мне вконтакте Буду очень Заведомо уже Благодарен Поэтому Человек Если найдется Буду ему признателен Очень долгое время Итак В принципе Это и все На сегодняшний день Всем спасибо За просмотр данного видео Всем удачи Кстати Наперед С наступающим вас Надеюсь В Одессе Выпадет снег Хочу снега А не 15 градусов Жары Назову так Блин 22-23 число А у нас 15 градусов Это жесть Реально жарко Ладно Всем удачи Всем спасибо С вами был Аракис Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok